Привет, ребят! Меня зовут Саша, и вы на канале Диван и Драк! Добро пожаловать на территорию моих гитарных заблуждений! Итак, сегодня у нас с вами на обзоре вот такой вот Япошка. Называется он Team Grover Jackson by Grover Jackson. Сейчас объясню почему. В 90-х дремучих годах, чтобы избежать судебных исков, компания Jackson, производящаяся, вернее, производимая в Японии, да, так скажем, гитары, переименовывается в Grover Jackson. Все знают эти гитары, два слова, вот здесь с макаронинами, либо сплошным текстом, все зависело от серии и прочего, да, от статуса инструмента. Вот. И здесь же параллельно в 90-х годах, ограниченным тиражом, они выпускают линейки более удешевленных гитар, которые назывались Team Grover Jackson. Значит, сделалось на том же саунозаводе. Там отличительной особенностью было то, что фурнитура была безымянная, ну, то есть удешевление было в фурнитуре, да, и то, что корпуса делались из тополя. Ну, мы с вами прекрасно знаем, что и Джексоны некоторые не брезгивались тем, что они были изготовлены из тополя. Поэтому, наверное, это не самая страшная проблема. Итак, давайте посмотрим поближе. Классический суперстрат. Хамбайкер. Два сингла. Хам. Неплохой. Называется LHM10.8. Кстати, вот точно такой же у меня был на Кобране японском. Можете посмотреть в обзорах. Вот прям один в один датчики. То есть, я думаю, что это что-то значит. Значит, два сингла. Ну, классика. Жанра, в общем-то, да, там особо говорить не о чем. 6 и 7 кОм на каждой мы сегодня их услышим. Колочки, значит. Колочки no name. То есть, ну, как бы, опять же, так, ну, по моим, по моим вот визуальным, так скажем, да, представлениям, вроде, в общем-то, такие же, как у меня на Кобре тоже были. Хотя, те гитары тоже выпускались на этом же заводе, да. Чушенгаки. Гриф сделан из клёна. Можно посмотреть, распил, да, вот видно. Это вот у них на всех гитарах, на самом деле. Видно склейку головы, ну, если не крашеные, конечно, да. Видно распил, да. Это пятка грифа классическая. Значит, ну, в принципе, что, а дека сделана из тополя. Ну, как бы, да. Ничего, я думаю, в этом страшного. Джексоны тоже делались из тополя. Впоследствии делались с кленовым топом, без кленового топа. Ну, в принципе, не знаю, многие считают, что тополь это не музыкальное дерево. Ну, вот сегодня и послушаем. Я всё-таки думаю, что они там не конченые дураки и делали из того, из чего нужно делать гитары. Гриф, вот отдельно хочется что сказать. Гриф тоненький, прям вот, как и респект всем Джексоном, да. Тонкий, узкий. Играть приятно. То есть, в принципе, да. 24 лада. Смотрите, мне попалась ещё такая моделька с акулями-плавниками. Это не самодел, это вот как было с завода, в общем-то, да. Они перламутровые вставки. Смотрится бомбически, конечно, просто. Лады. Стандартные Джексоновские. Большие лады, на самом деле. Вот можете посмотреть. Хоть и гитара 90-го года и с таким тонким грифом. А попадались мне, в общем-то, и Банезы, да, и Джексоны с вертухами всякими на грифе. Грифик, в общем-то, ровный. Всё в порядке. То есть, вот, сохранилась, да, гитара. В этом плане довольно неплохо. Ну, конечно, она повидала на своём веку. Очень, видать, много хозяев. И они были творческими людьми, да. Вот я тут попытался некоторые косяки исправить. Но всё равно, конечно, годы свои берут. Хотя покраска, вот, мне вот, кажется, очень классная. Такой синий, да, непонятный оттенок. Ну, он здорово, конечно, смотрится. Много коцочек. Наверное, наклейками заклеил там, да, более серьёзные, так скажем, сколы. Ну, на играбельность это абсолютно не влияет. Я вскрывал его, как бы, да, там, перепаивал электронику, смотрел всё. Всё отлично. То есть, их вот эти вот альфовские потенциометры, это... На этом они не экономили никогда. Вот. Вот, значит, хамп 10 кОм. Ну, там на нём и написано 10.8, да. То есть, такой же, как у меня был на Кобране японском. Один в один, как бы, сингл-нек, я скажу так, значит, 6 и 7 кОм. Особо тут не, сам не разгуляешься. Пятка крепления стандартная, да, на винтах. Ну, классический суперстрат. Вот мне стало, мне было очень интересно посмотреть именно, вот, да, на что способны, хоть и японские, но бюджетные Джексоны. И мы с вами сейчас услышим всем. Отберу наушники тест пройдёт, как всегда, сначала на чистом, потом на кранче, потом на перегрузе. Мы посмотрим каждый звукосниматель. Вот, как бы, две крутилки ещё, я забыл сказать, громкость, то он, ну, как бы, стандартный. В принципе, гитара, вот, ничем, а стандартной формы Динки, да, ничем не отличается от любого Гровера Джексона. Ну, только то, что у них, конечно, на колках не написано Гровер, там, да, машинка, там, не какая-нибудь, такие лучи. Но здесь она двухсторонняя, залоченная. Я это дело не особо люблю, поэтому. Но мы владельцу, конечно, можно разблокировать. Итак, посмотрим, значит, включаем чистый звук. Я пишу его без кабинетов, без усилков. Чисто чистый, с небольшим дилейчиком и ревером. Итак, Хамбайкер, погнали. Хамбайкер, погнали. Второе положение, где играет хамбайкер и мидл. Появляется такая стартокастерность в звуке мидл. Вот никак не могу привыкнуть к тому, что переключатель громкости находится так низко, играя и убавляя его. Итак, положение двух синглов. Ну и, собственно, нековый звукосниматель. Ну что ж, кстати, очень интересно. Для меня, реально, самым ходовыми положениями на этой гитаре являются бриджевый звукосниматель и нековый звукосниматель. Как-то я вот в этих полупозициях не особо силен. Ну, вам, как бы, каждому виднее, даже кто захочет такой инструмент, пожалуйста, все остальное. Но звучит, в общем-то, неплохо. На самом деле присутствует такая стартокастерность. Но мы с вами знаем, откуда взялись суперстрату. Да, это за основу был взят Fender Stratocaster, и он был там доделан, переделан и доведен вот до такого ума. На самом деле на гитаре играть приятно. Вырисут, да, все под пузо, все, она такая нетяжелая. Тут без малого 3 килограмма, как бы, да, она тянет. Вот этот гриф интересный, да, вот прям можно с ней прыгать, бегать, на шею она не давит. Ну и внешний вид, в принципе, это классный, на самом деле, бомбический. Синенькая такая гитара с акулими плавниками. Ну что ж, давайте посмотрим, как эта гитара звучит на кранче. Бридж. Бридж. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бридж и миддл. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нековый звукосниматель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот постоянно убавляю. Реально, это, наверное, самый большой минус у этой гитары. Прям при вас уже три раза прибавил, да? Два сила. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И нековый звукосниматель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, ну, в принципе, интересно, да? Вот этот призвук у Джексона, да, вот он витает во всех гитарах. Вот этих Джексоновских, Гровер Джексоновских. Всех, которые у меня, какие у меня были, да, у меня были стрелки от них, и Динки были, как бы, да, смотрел, я слушал. Вы знаете, вот, как бы, Джексона-то такая интересная штука. Когда он у тебя есть дома, ты на нем играешь, ты привыкаешь к этому звуку, да? Ну, как только ты его продаешь, проходит пару месяцев, и ты хочешь вот этой вот... Я не могу обозначить этого, я не могу выразить, что вот у него есть такого в звуке. Какая-то хрипотца, что ли, да, такое вот свое свойственное рычание интересное, да, которое вот снова хочется в звуке. Поэтому вот снова и снова мне вот возвращаются, да, представители вот этой гитарной компании. Вот, я снова играю, играю, потом, ну, куда-нибудь запускаю их, да, меняю на что-то другое, продаю или там, да, ну, какие-то всякие манипуляции с гитарами происходят. Вот, а потом снова хочется. Ну что, перейдем на усилки. Сначала пауэр-аккорды. Второе положение. Вот этот вот как бы сингл, да, вот он прибавляет такой вот мыльности непонятной. Ну, в общем-то, довольно интересный. Давайте теперь на мидле попробуем. Ну что ж, такой довольно цепкий, да, цепкий, но вот по мидловскому мягкий звук, да. Давайте комбинацию двух синглов. Сустейн достойный для болченого грифа, я считаю. Давайте нековый звукосниматель посмотрим. А здесь на неке, в общем-то, интересно, да. Вот обертона меняются, и как бы нет вот этого бубнящего низа, да. А наоборот такая едкость появляется, ну, как цепляется, да, вот нотки каждый слышно. Давайте посмотрим, что же за 10 минут игры сделалось с этой гитарой. Проверим ее по тюнеру. Потому что я чувствую, четвертая струна что-то определенно косячит. Итак, первая, ну, в принципе, квадратики, вторая нормальная, третья уехала. Ну, тут еще как бы не особо стоит винить гитару, я думаю, потому что струны я буквально вчера, позавчера поставил новые. Ну, как-то вот. Вот, кстати, хочу отдельно пока настраиваюсь, сказать про эти самые, про колки. Колки, хоть и нуны, но, в принципе, неплохо держат на самом деле. Потому что, ну, сейчас, да, там потянулись струночки, я где-то там надавил, но... Конечно, не 18 к 1, это факт. Но где-то, наверное, 14 к 1 примерно держат. Ну, получше, чем на многих склайерах на самом деле. Эти колки, я так вот, тактильные. Вам скажу, как бы настраивается интересно, то есть, ну, и крутится хорошо. Ну, что ж, давайте покатаем еще что-нибудь на перегрузах. Итак, бриджевый хамбайкер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хамб и нек, э, middle. Ну, в принципе, ничего удивительного, да? Э, middle. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оба сингла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И нековый звукосниматель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА